сделаем следующим образом это у нас будут если помните первые предыдущие уроки так мы сделали вот так это у нас будет data приклеиваем сюда значение приклеиваем сюда переменную д или здесь сделаем время время и переменную сделаем time data время теперь нам нужно указать сколько сейчас времени допустим укажем сейчас сколько минут так минут у нас буквой и потом наверно . часы 24 формат с двумя нулями в двадцати четырех часовом формате на буквочка h ну и можно указать секунды это букачка с проверяем так перенос забыли и делаем с новой строки на тут нам нужен так переноса в любом экран у нас выдалась дата июнь 2010 суббота время так что я не в том формате написал сначала у нас идут часы потом идут . минуты потом секунды так вот два часа пять секунд ну и в общем то в системном времени тоже видим что сейчас ровно два часа секунды будут меняться только при обновлении страницы то есть сейчас вывелось время исходном коде можно посмотреть как это выглядит то есть это не я вас крипту если бы был я вас крипту да конечно время автоматически бы менялась у нас печки скрип поэтому секунду у нас отображаются только тогда когда мы обновляем страничку на то есть но обычно если на экран что-то выводится можно секунды вообще не ставить вводить вот в таком время два часа либо если пользователь там по какой-то причине задержался на вашей странице и вдруг увидит время два часа она системном времени у него будет уже три часа сейчас до изменилась сейчас у нас 1401 системном времени здесь до сих пор еще два часа здесь может быть для пользователя лучше вообще времени показывать только дату 1401 пожалуй это все что я хотел вам сказать по про время здесь еще можно отобразить сколько количество дней в текущем месяце например вот так как переноса сделаем теха так сейчас нас в июне месяце здесь у нас будет какое-то значение одну скобку не такой постарал будет столько-то дней и и нам нужно определить сколько дней поставить тут буквочку т сейчас у нас текущий месяц июнь поэтому нам покажут именно количество дней именно в июне в июне месяце 30 дней так что мы еще можем посмотреть порядковое число дня недели от 0 до 6 то есть 10 воскресенье понедельник единица вторник двойка понятно да целое число миллисекунд прошедших с 1 января 70 года программистами разработчиками принято такая точка отсчета от которой считается вот какое-то какой-то отсчет времени идет еще мы с вами к этому еще будем возвращаться в этом пока я не буду объяснять что это такое я думаю вы и сами в процессе изучения php поймете для чего это нужно я как таковой не ставлю цель сделать из вас супер программист да сам таковым не являюсь я только даю вам что называется шанс изучить печь пис с нуля пички для чайников пички для новичков дальше вы сами все зависит от вас до какой степени вы хотите научиться программировать ну что ж переходим к следующему уроку более сложному более динамичному сейчас у нас динамики изменяется только время дата ну все стандартно до секунды меня самой с вами еще научимся делать очень интересные вещи но об этом следующих уроках